Включающий, кроме раскаяния о прошлом и сожаления, еще конкретные действия по исправлению ситуации. Первый этап – шубы. Это исправление на интеллектуальном уровне. Человек должен признать, что он поступил неправильно. Вторым этапом является эмоциональный уровень. Человек должен прочувствовать, насколько плох был его поступок, испытать муки совести, чтобы впоследствии этого не делать. Третий этап – практические возможности исправления этих последствий, возмещения ущерба, который был причинен пострадавшим. То есть нужно просто извиниться за то, что ты сделал неправильно. И самым важным является четвертый уровень. Уровень реализации решения никогда больше не поступать так, как он поступал в прошлом. То, что мы сейчас делаем сейчас, мы отмечаем вроде Новый Год, и в то же самое время начинается праздник искупления грехов, который заканчивается судным днем. На первый взгляд может показаться странным, что Рошашана является радостным праздником. Ведь в этот день Бог судит нас, и приговор нам еще неизвестен. Как же может радоваться человек, находящийся на скамье подсудимых перед Всевышним? Однако мы радуемся в день суда, потому что сам этот суд помогает нам исправиться. Очень часто люди, которые уже понимают, что в чем-то они поступают неправильно, и что пора это изменить, не находят для этого времени и сил. Текучка мешает им. Рошашана – это остановка в этой круговерке жизни. День, когда Бог дает человеку дополнительные силы, чтобы тот мог исправиться. Самое главное празднование Рошашана – это практически исправить то, что ты уже признал неправильным в своей жизни. Я вам рассказал, Фрацис, что это такое. Продолжение следует...